МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собрались для того, чтобы заставить работать по закону или работодателя, или страховой компании. Иностранка вымогала деньги, представляя сотрудницы Финполиции. 14 сентября текущего года в отношении гражданки Азербайджана возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и самовольного присвоения звания представителя власти. Самым крепким семьям области вручили ценные подарки в рамках фестиваля, посвященному Дню Семьи. Вы знаете, что в нашей стране семья была, остается связующим звеном между разными поколениями. Регрессники вновь собрались в здание Арселор Митталтимиртау. Горники, получившие травмы на производстве, так и не получили законные выплаты, несмотря на постановление суда. Куда теперь будут обращаться несогласные, узнавал Сергей Высокосов. Тяжба с работодателем и страховой компанией Альянс Полис длится не первый год. Арселор Митталт утверждает, что все страховые выплаты произведены. Альянс Полис доказывает обратное. Ни та, ни другая сторона не подтверждает свои уверения документально, что вызывает недоумение у регрессников. Собрались для того, чтобы заставить работать по закону или работодателя, или страховой компании. Потому что мы получили, ну кто увечья, кто профзаболевания получил при исполнении трудовых обязанностей, называется такая статья. Последняя касационная коллегия областного суда вынесла постановление о выплате всех задолженностей перед регрессниками. Но никаких подвижек нет. Доходит до парадокса. Судья Маркашева из Темиртау отменяет решение областного суда о судоисполнении. Бумаг с постановлениями, с жалобами целый ворох. Здесь и обращение в прокуратуру, и в областной Акимат, и в Карагаринский филиал партии Нуратан, и даже в администрацию президента. Ну вот собираемся для того, чтобы в конце концов что-то понять, и потом решаем, что же делать дальше. Мы прошли все законы, положенные инстанции все прошли. Теперь у нас такое вот решение. Наверное, идти в Астану. Ощущение такое, как будто чиновники в пинг-понг играют. Шарик налево, шарик направо. А какое отношение к этой игре имеют люди, никто не хочет задуматься. Три письма Назарбаеву, гаранту нашей Конституции отправили. Три письма. Отписка сюда по месту разобраться, а по месту все ровно, все тихо. Ситуация под контролем. Они передают туда ситуацию под контролем. Значит, надо ехать в Алмату и показать, что здесь ситуация не под контролем. Просто люди терпят, люди ждут. Бумага терпит все. Вы терпят ли люди? Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Иностранка вымогала деньги, представляясь сотрудницей Финполиции. Крупные суммы она брала за якобы трудоустройство в этом ведомстве. Сотрудники финансовой полиции задержали гражданку Азербайджана, которая выдавала себя за их коллегу. Она предлагала жительнице Абая помощь в трудоустройстве департамента, взамен требуя деньги. При этом мошенница носила форменную одежду, погоны и имела удостоверение сотрудника органов внутренних дел. В 14 сентября текущего года в отношении гражданки Азербайджана возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и самовольного присвоения звания представителя власти. В настоящее время последняя задержана и водворена в ИВС. Кроме того, поступило заявление еще одного лица, от которого задержана обманным путем, получила денежные средства за аналогичное трудоустройство. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Карагандинский агротехнический колледж будет выпускать специалистов плода овощеводов. Новая дисциплина в учебном заведении появилась в этом году. На днях колледж посетил глава региона. Баужан Авдишев осмотрел мастерские и побеседовал со студентами. Солнечная батарея, нагреватель от солнца. Оснащенные кабинеты и квалифицированные кадры. Агротехническому колледжу есть чем гордиться. В этом году здесь появилась новая специальность – плода овощевод. С развитием аграрного сектора профессия как никогда востребована. Колледж тесно сотрудничает с местными теплицами. К примеру, для Green Technology уже готовят специалистов. Мы подписали долгосрочный договор и вот эти ребята 100% уже будут устроены именно на этом предприятии. Этой специальности обучается 14 выпускников детского дома Таншулпан. В колледже есть даже собственная теплица. Ее продемонстрировали главе региона. Помидоры, перец, лук. Овощи здесь выращивают сами, а студенты-повара их консервируют. Здесь все по последнему слову техники. Орошение, как и положено, капельное. Этот колледж – одно из старейших средних специальных учебных заведений области. Свою историю он ведет от ремесленного училища, созданного еще в середине прошлого века. В колледже имеется 23 кабинета, 7 учебных лабораторий, слесарная мастерская, спортзал, библиотека с читальным залом, столовая и два медицинских кабинета. Ребята научатся уже на таком оборудовании, которого даже на заводах нет. Это многофункциональные газовые сварочные аппараты, компьютерная диагностика двигателя, ходовой части и так далее. Сейчас все условия созданы для подготовки высококвалифицированных специалистов. Разработать четырехлетний план развития населенных пунктов и уделить внимание работе с молодежью – такие поручения дал глава региона недавно избранным сельским акимом. Накануне прошло масштабное совещание, где рассмотрели задачи по повышению эффективности работы первичного звена государственной власти. Что должны делать, как должны делать и каким образом? Совещание – это заключительный этап трехдневного семинара, который провели для 202 акимов, избранных в регионе в начале августа. Им разъяснили, как работать в условиях децентрализации власти. Вы первое звено в системе государственной власти, которая стоит непосредственно в работе с населением нашей области. Соответственно, вы представляете власть на местах. Сегодняшние требования абсолютно не другие. Здесь рассказали об административной реформе и полномочиях акимов сельских округов. К слову, сейчас они будут тесно взаимодействовать с участковыми инспекторами и местными жителями. Настало время гражданам активно вовлекаться в решение досущных вопросов, контролировать работу местных исполнительных органов. По итогам совещания глава региона поручил акимам из поселков и сельских округов разработать четырехлетний план развития их населенных пунктов. До 1 ноября полностью укомплектовать сельские кадры, регулярно проводить сходы жителей для решения всех социальных вопросов, а также уделить внимание профилактике религиозного экстремизма, особенно среди молодежи. Более 70% акимов, которые избраны из 200 двух, сохранили свои училища на вас. Население, сообщество доверилось, вас выбрали районные соответствующие. Я вас всех призываю в них в церковь. Эта учеба почему, Марленд ЗВР? С некоторыми из вас, когда я общался, вы знаете, мы пришли к этой месту, что вас надо учить. Аким области провел встречу с чрезвычайным и полновочным послом Республики Корея в Казахстане, находившимся в регионе с рабочим визитом. Баужан Абдишев рассказал гостю об основных социально-экономических показателях области. На сегодняшний день в регионе действуют 10 предприятий с участием корейского капитала. Еще один проект на стадии внедрения. Завод по производству труб для тепловых сетей общей стоимостью 65 миллионов долларов возводится на территории специальной экономической зоны СРК. Свыше 13 тысяч корейцев, проживающих в регионе, вносят свой вклад в развитие края. В области уже больше 20 лет успешно работает карагандинский фериал Ассоциации корейцев Казахстана. Мы всегда рады быть нашим встречам. Мы всегда еще раз скажем, заверяем, что мы сегодня в Караганде с приемом Раду показываем всяческую поддержку, создавая тень, какими условиями для развития этой стены, для развития корейских медицинских средств на нашем регионе. Разноцветные 5 километров в Центральном парке. В Караганде впервые прошел грандиозный ярко-кросс, собравший более 500 участников. Шахтерская столица стала вторым городом в Казахстане, где прошел этот необычный марафон. Репортаж Амины Смаковой. Ярко-кросс – это веселое времяпровождение вместе с друзьями и коллегами. Главные компоненты такого марш-броска – белая футболка и экологически чистые краски. Ярко-кросс – это большой цветной марафон, то есть у нас нет особо никаких правил. Самое главное – быть на старте в белом, на финише цветным. А в Ярко-кросс мы приурачиваем к честному шахтеру. На старт, внимание, марш. И толпа карагандинцев ринулась под цветовую атаку. Вместе с участниками Ярко-кросса журналист первого карагандинского тоже решили принять участие в этом разноцветном марафоне. Ярко-кросс в Карагане посвятили вступлению футбольного клуба шахтер в Лигу чемпионов. А все вырученные деньги от акции пойдут на озеленение города. Несмотря на такое повышенное внимание к своим персонам, сами футболисты больше радуются за активное участие молодежи в подобных спортивных мероприятиях. Я не думаю, что это прям в честь нашей футбольной команды, потому что приобщение молодежи к здоровому образу жизни – это здорово. И чем больше таких проектов, мероприятий будет, тем будет лучше не только для города, но и для всего Казахстана, и для всех людей. Потому что, как я уже сказал на сцене, движение – это здорово, когда люди занимаются спортом. В Ярко-кроссе скорость не главная, поэтому все участники бежали не спеша, при этом не забывая полностью покрыться краской. На финише у Бигуна в качестве призов раздавали бесплатные эко-сумки. Это было самое отличное мероприятие за все лето и даже осень. Не знаю, мне кажется, это было одно из самых ярких, в прямом смысле слова, мероприятий. И, честно, даже в лето ничего такого подобного не было. Хочу, чтобы еще побольше было таких мероприятий в Арганде. Если честно, мне безумно понравилось, когда ты бежишь, у тебя обстреливают краской, и еще иногда она может попасть в ухо, в рот, в глаза. Это неожиданность, это безумно классно. Ярко-кросс – это вообще очень хорошее событие, оно мне очень понравилось. Первое такое в Арганде. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Это было яркое событие в Арганде, которое очень хорошо провелось. Вообще молодцы ребята. Самое основное правило ярко-кросса – прибежать к финишу как можно более запачканными в разноцветной краске. Глядя на такие разноцветные, но довольные лица, можно с уверенностью сказать, что ярко-кросс в Арганде прошел на ура. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов. Первый карагандинский. Семья опора государства. Под таким девизом в шахтерской столице состоялся традиционный фестиваль, посвященный пропаганде ценностей казахстанской семьи. Участниками мероприятия стали жители девяти регионов Карагандинской области. Областной фестиваль «Семья опора государства» собрал в одном зале жителей почти со всех уголков области. Тех, кто с особым уважением чтит и уважает институт брака. Самым крепким семьям вручили памятные подарки. Заурез Жанебекова одержала победу в номинации «Многодетная семья». У матери героини 12 детей. Мы жители Бухаржрауского района. У нашей семьи есть свое дело. Мы занимаемся оказанием транспортных услуг. Мне очень приятно, что в этот важный для нашего государства праздник нам подарили холодильник. Поздравляю всех казахстанцев с праздником Дня Семьи. Этот фестиваль проводится третий год подряд и уже стал традиционным. Это своего рода пропаганда ценностей казахстанской семьи. Некое привлечение внимания общественности к проблемным вопросам укрепления и развития института семьи. По словам руководителя отдела управления внутренней политики Лейлы Ива Делиновой, для каждого из нас семья – это основа жизни. Поэтому такой праздник, как этот, нам просто необходим. Вы знаете, что в нашей стране семья была и остается связующим звеном между разными поколениями, хранительницей духовных и культурных традиций. Большое значение сохранению и укреплению института семьи придает глава государства Нурсултана Вишевича Назарбаев. Марк Брюшков, Суслан Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. А теперь к новостям спорта. В Караганде соревновались юные самбисты. Областной чемпионат по боевому самбу прошел накануне. В нем приняли участие юноши и девушки от 7 до 18 лет. Первенство собрало порядка 90 участников со всего региона. Турнир является отборочным на Кубок страны по самбу, который пройдет в семье уже в октябре. Эти соревнования дают детям хороший опыт. Они просто развиваются, меньше гуляют на улице. И есть к чему стремиться, глядя на взрослых ребят. Мы даем детям понять, что плохо, а что хорошо. Поражением горняков закончился матч 26-го тура казахстанской премьер-лиги «Шахтер Актобе». Действующий чемпион страны уступил с минимальным счетом 0-1. В течение всей встречи предпочтительнее выглядели гости из «Актобе», которые во втором тайме забили победный гол. На 60-й минуте отличился Сергей Гридин. Благодаря победе «Актобе» набрал 30 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. «Шахтер» с 22 очками по-прежнему занимает третью строчку. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – Галвин Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подходит к концу. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Бонздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова